Всем привет, с вами Санчес и Sims 4 с семейкой Мур. И сейчас наш Сэм находится в стране единорогов и милых поняш. А на самом деле он находится в секретной локации Sylvan Glade для того, чтобы выловить семечко жвачного растения, или по-другому коровой му. Я сегодня просто обязан попытаться выловить это семечко, ну точнее не я, а наш любимый Сэм, и он сделает всё, что для этого возможно. В общем, смотрите, чтобы выловить семечко, нам нужно попасть в секретную локацию Sylvan Glade в городе Виллоу Крик. Проходить квест там довольно-таки легко, просто подходите к дереву, уламываете дерево, поливаете, разговариваете с ним, и ваш Сэм сюда попадает. Чтобы выловить семечко, нам нужно подойти вот к этому озерцу, в котором течёт водопад. Да, вы сюда подходите, я ещё не знаю, какой навык нужен, но в общем, сейчас мы с вами этим займёмся. У меня время есть, в принципе, Сэм довольно-таки счастлив, да, я немножко его помог нам в летсплее и сделал код, осчастливил его, чтобы Сэм подольше здесь мог, времени провёл. Так, чтобы наверняка нам попалась эта рыба. И Сэм сейчас у нас долго будет тут ловить и пытаться всё-таки как-то, ну, достать это семечко, потому что это семечко очень трудно достать, и нужно неопределённое количество времени потратить, чтобы его выловить. Вот я пытался выловить другой семье, и с третьего навыка у меня это получилось, поэтому мы просто постоим здесь, попытаемся его поймать. И дабы, чтобы не терять время, конечно, я это всё вырежу, мы вернёмся тогда, когда Сэм поймает уже это семечко. Ну, что-то, что-то тащит, что-то там поймал. Ну, сорвалось, да, сорвалось. Я думаю, что Сэм у нас удачливый, ему точно попадётся эта семечко. Ну, давайте я вам напоследок ещё покажу эту локацию, потому что здесь мы будем уже последний раз. Очень красивое место. Блин, был бы здесь возможность построить бы, хотя бы палатку свою положить, блин. Я бы сюда ездил с палаткой, с семьёй отдыхал. Ездил со своей семьёй отдыхал. Ну, с семейкой Мур. Ну, что, ребятки, ждём тогда, когда наш Сэм вытащит это семечко, и продолжим. Долго нам ждать, ребята, не пришлось. Буквально я тут прощёлкал. Ну, вы видели, сколько там времени было. Было 22, сейчас у нас час ночи, и... Я не знаю, у меня просто сейчас такая просто... Счастливость, удача просто меня настигла. И вот, смотрите, Сэм вылавливает ягоду жвачного растения. Ещё мы поймали с вами яблоко, да, только яблоко, и сразу потом жвачное растение. Это просто замечательно. Я просто благодарен, что нам не пришлось время долго тут стоять. Окей, мы, значит, сразу отправляемся домой. Сажаем его в этот... в огород, и будем смотреть, как оно будет долго расти, потом какие взаимодействия с ним будут. Ну, ещё можно искать лягушек в этом прудике. Давайте попробуем порыбачить. Может быть, что-то ещё полезное выловим, потому что... Я не ожидал, что так быстро Сэм выловит эту ягоду. Замечательно просто. Может, сейчас ещё что-нибудь поймаем полезненькое. Потому что в этой локации, наверное, очень много таких полезных предметов, там, которые нигде не попадаются. Сэм поймал вот какую рыбу. Карп кои. Два килограмма и стоимость 19 миллионов. Ну вот, до третьего навыка хотя бы рыболовную ловлю подняли мы с вами. И давайте отправляться уже домой. Потому что там что-то у всех всё плохо. Салли там всё плачет уже, наверное. Живот болит, разрывается. Короче, идём домой. Вернулся наш рыболов домой. И дома никого нет, что ли? Или все спят? Конечно, все, наверное, спят. Нет, никто не спит. А вы что творите-то, ребята? Такая поздняя ночь, только... Лилион у нас спит. Ну-ка, Оливер, давайте. Все в кровать. Быстро. Салли. Ты вообще беременна. Ты должна сейчас отдыхать спокойно тут. Лежать в своей кроватке. Окей. Значит, я прямо сейчас должен посадить это семечко. Давайте вот где-нибудь на заднем участке. Или лучше, конечно, на улице посадить, чтобы потом мы могли кого-нибудь скормить. Как вам такая, ребят, идея? Давайте посадим рядом с ракетой. У нас такое просто экспериментальное тут место. И где же эта ягода? Вот она. Кстати, стоит 27 миллионов всего лишь. Что-то так дёшево. Я хочу, чтобы она вот сюда была повёрнута. Иди сюда у нас, Сэм. Что ещё? Рыбу мы продадим, потому что она нам не нужна. Я её, по сути, не коллекционирую. Тем более, она так очень дорого... Не дорого, точнее, стоит вообще. Копейки какие-то. И мы её всё продаём. Вообще, рыба здесь очень странная в 74. Вы просто не видели её. Вот. Что он как посадит это... Жвачку. Жвачное растение. Я... Есть. Зачем его есть? Не надо его есть. Посадить просто, наверное, да? Сэм, как садовод. Это... Кстати, да. Заметьте то, что нам не нужен навык садоводства, чтобы его посадить. Просто вскопали землю. Засунули тогда ягоду. И... Не забудьте полить, конечно же. Это инопланетное чудо станет прекрасным источником еды и отличным другом. Пусть все в городе вам завидуют. Только не забывайте его кормить. Окей, окей. Такой мини-гайд по жвачному растению. Всё, да? А когда он надо вырасти? Смотрите, появились какие-то рожки. Рожки да ножки какие-то. Самой коровы не видно. Очень интересно. Я просто вот, ну... Как будто это ягода растения. Она есть практически в каждой части Sims. И я ни разу не занимался, не находил её. И не смотрел на неё. Мне очень интересно в Sims 4 впервые за всю историю линейки взглянуть на это чудо, которое разработчики придумали. И будет очень круто посмотреть. Я знаю, что он может съесть Сима, и он не выберется оттуда. Это будет, конечно, печально, если кто-то из наших Симов попадёт туда. Это будет реально очень плохо. И спасти, наверное, уже никак не удастся. Так, что у нас будет делать Сэм? Он выспался. Я, по сути, ему, как я уже сказал, осчастливил его с помощью кода. Он ничем не может заниматься. Точнее, он сейчас всем может заниматься. Но с Симами он не поговорит, потому что все спят, устали. И завтра рабочий день. Ну, конечно, в этой серии, я думаю, она и так и будет называться. Мы будем ждать, когда родит наша Саля. Она, наверное, на третьем семестре. Давайте посмотрим. Да, действительно, третий семестр. Рождение ребёнка через три знака вопроса. Я думаю, что в течение дня наша Саля по-любому родит ребёнка. Очень интересно узнать, кто это будет, мальчик или девочка. Хотя я в предвкушении, конечно, девочки. Но я знаю то, что родится мальчик. Потому что у меня, ребят, честно сказать, я не буду от вас скрывать. У меня какой-то баг в игре. И у меня даже генерируется семья с детьми. И там одни мальчики. И за всю историю с сентября, когда я играю в Симс-4, мне рождаются только мальчики. А я не знаю, почему это может быть. И у многих тоже такая фигня происходит. Это, видимо, какой-то баг, который разработчики не могут никак решить. Ну, родится мальчик. У нас, в принципе, в семье ещё девочки есть. Они все, как бы, померли. Девчонки. Что я вообще такую ужасную новостью говорю? Мальчик родится, будет тоже хорошо. Я уже, значит, имя ему придумал. Посмотрел то, что вы мне написали. Очень много, конечно, разных прекрасных имён. Но я уже выбрал тут два имя. Думаю, чем занять Сэма. Потому что он ничего не занимается. Я за него убираю тарелки. Давайте мы продолжим улучшать наши предметы. Как я уже говорил, Сэм поднимает так навык в своей механике. Добавить биде. Кто-то будет доказывать, что биде намного гигиеничнее. Вот это биде, и я вообще не понимаю. Биде, смысл биде. Если есть ванная. Короче, не будем говорить тогда об этих гигиенических подробностях. Меня они не интересуют. Сэм пока в хорошем настроении. Может этим заняться. Поулучшать всё, что тут можно. Можно, конечно, бы ещё разобрать предметы. Вообще, выбросить всю еду отсюда. Настраильный бардак полнейший в доме. Всё усовершенствовал. Молодец, замечательно. Давай ещё душу. Лучше обновить регулятор потока воды. Я так понимаю, что у нас заканчиваются детали, да? Нет, 21 деталь. Чё ты меня обманываешь? А что это такое? Деталь для улучшения кухонных приборов. Что за деталь? Такая странная. Он что, микроволновку? Да, микроволновку можно улучшить. Внутренные покрытия. Ну, замечательно. Саля, ты как у нас дочка? Детка. Всё, да, жестоко. Токсикоз. Нет, всё нормально у неё. Всё хорошо. За Салю нужно прекрасно следить, чтобы ребёнок был здоровым. Хотя я не знаю, влияет ли на это потребности и настроение. Но я думаю, что влияет всё-таки. Значит, нам нужно сейчас поесть и позавтракать. И в этой серии можно ещё встретиться с Итаном. Потому что вам тоже, наверное, интересно отношения наших прекрасных двух молодых людей. Как они будут в дальнейшем разговаривать. Я думаю, что мы его встретим сегодня. И попробуем, как бы, рассказать ему эти новости. Я думаю, что он плохо отреагирует. Да, думаю, что он плохо отреагирует. Почему Саля за всех убирает еду? Вы оборзели? Беременная женщина не должна этим заниматься. Она должна только отдыхать сейчас, лежать. Давайте съесть закуску. Я не знаю, Саля вообще голодная. Лилиан ничего не готовит. Подай завтрак, пожалуйста, моя родная. Очень... Смотри, сколько у тебя тут много всего. Фруктовый парфюс с йогуртом. Смотрите, какое прекрасное блюдо можно приготовить. Сэм, ты у нас что? Да, он обновляет регулятор потока воды. Семечка до сих пор еще не выросла. Жвачное растение обычно. Поговорить с ним можно? Нет. Поговорить ничего пока нельзя с ним, да? Ну, окей. Сэм, ты у нас хочешь, наверное, есть, да? Сейчас поедим. Сейчас поедим. Сейчас наша прекрасная домохозяйка приготовит нам вкусную еду. Все Сима проснулись в прекрасном настроении. Это хорошо. Оливера ничем не занимается. И помните, что там нужно купить два тренажера. Я пока не буду их сейчас покупать, потому что у нас просто даже их некуда ставить. На улицу ставить я и не хочу. Там они не будут смотреться. В общем, в новом доме я их лучше размещу. Сэм уверен в себе. Давай, тебе нужно сейчас поесть и потом еще поднимать свой навык механика. Ну и, конечно, ждем всю серию, когда родит Саля. Просто в предвкушении. Так же, как и Лилин. Помните, когда Лилин рожала, мы так же были в предвкушении. Всю серию ждали, когда она родит. И под конец серии она родила. Я думаю, что Саля тоже успеет в этой серии родить. Даже под конец серии, если это так будет. Окей. Просто будем ждать. Но сейчас Сэму я сделаю, опять-таки, задание вот на этом станке. Давайте посмотрим, какой навык у него механики. Я думаю, что скоро мы уже с вами отправимся в забытый грот. Три навыка нам остается поднять механики. И все будет замечательно. Берите фруктовое парфе. Кушайте. Дайте посмотрим, как оно выглядит. Ой, Лилин молодец постарал. Посмотрите, как блюдо украсило красиво. Клубничка, я так понимаю. Только стоит что-то она тупит. Стоит что-то тупит, не знает, что поделать. Саля, а ты в чем у нас в хорошем настроении? Бери тоже фруктовое парфе. Кстати, ребят, здоровая еда ваших симов поддерживает форму их. Так что я вам советую кормить всегда симов салатами и всякими такими вкусностями. Чтобы они были всегда в хорошем настроении. А тем более, когда Саля беременна, ей нужно есть всегда здоровую еду. Если она будет есть гамбургеры, хот-доги, то ребенок может родиться толстым. И все. И мы никак это не исправим. Конечно, можно его отправить там на беговую дорожку, но это будет уже не то. Не то, не то. Саля, значит, поела. И можно пригласить Итана. Пригласить на свой участок. Что, сделаем сейчас такую развязку событий? Я думаю, что Саля не расстроится, даже если Итан скажет, что он ее бросает, потому что она беременна от него. И он ненавидит детей. Конечно, вам, ребят, наверное, такой развязки не хочется. Но я боюсь, что так и будет. Я боюсь, что так и будет. Сэм, давай побыстрее. Тебе еще нужно сделать скульптуры. Скульптура слона. А можем создать мебель какую-нибудь новую? Смотрите, сколько мебели можно создать. Я офигею. Настенные украшения. Самые дорогие будем создавать. Потому что, наверное, за них потом больше всего денег будем платить. Смотрите, кто там идет. Денис Мухин. Наш приемный ребенок. Ну, почти как приемный ребенок. Я, конечно, был в шоке, когда он у нас поселился. Понимаете, просто такой мальчик идет мимо и заходит в нашу входную дверь. И живет с нами целый день. Это было очень странно. Но забавно, да. Согласитесь, это было забавно. Такой хороший баг. Хотел бы с ним, чтобы они всегда были. У нас баги такие хорошие. Итан здесь. Салли. Он сбежал уже от Салли. Увидел ее, что не такой огромный живот. Боже мой. Иди нафиг, Салли. Я пошел в твою комнату. Или куда он пошел. Посмотрите, просто какая у него походка. Он высокомерный у нас персонаж. Они пошли к компьютеру. Ну, Салли, давай хотя бы вернешься. Одежду нормальную оденем. Как тебе такая мысль? Что тебе нужно одеться хотя бы нормально, чтобы не шокировать так Итана. Итан. Значит, мы ему рассказываем главные новости. Где это действие? Уже нельзя, что ли? Приложить потрогать живот. Ну, давайте предложим потрогать живот. Он захочет, интересно, это сделать? Просто даже хочу посмотреть на его реакцию, потому что он ненавидит детей. Посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, значит, он встает. Что, соглашается? Нет, нет, нет. Ему это не нравится. Ой, ой. Он кричит на Салли. Ах ты засранец. Подождите, подождите, подождите. Вот это вы видели вообще? Я же говорил, что он против детей. Ну вот. И как после этого теперь... Как после этого теперь с ним еще общаться? У них общий ребенок, а он так на Салли кричит, что нас забеременела. Слушайте, что-то мне не нравится это. Давайте мы сейчас попробуем тогда... Нет, он ни в какую. Он ни в какую не хочет трогать Салли. Но они после этого целуются. Ну и что, вообще больные. Понимаете, они две секунды назад ругаются, а потом целуются. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Законченный резной предмет был добавлен в багаж. Ну-ка, подождите-ка. Сколько этот предмет у нас, интересно, стоит? Где этот предмет вообще? Что это такое? А, багаж семьи. Ну потом посмотрим. Давайте мы еще создадим настенную полку тогда. Уж раз Сэм пришел к этому станку. Окей. Он как-то накричал после этого. Мне не хочется общаться с Итаном. Ну как не хочется? Мне неприятно то, что он на Салли так делает. Кричит на беременную женщину. Это как-то нехорошо. Поэтому Салли у нас запрется в комнате и будет рисовать картины. Превосходные, гениальные картины. Полюбуйся на свой шедевр, который она нарисовала в предыдущей серии. Реально очень красивая картина. Любуйся на нее. А потом будем рисовать абстрактные картины. Продолжать пытаться нарисовать шедевры. Лилиан должна приступить к работе через час. Ой, замечательно как. Замечательно как. Давай посмотришь канал. А, она у нас и так сейчас комедию смотрит. Замечательно. Тебе нужно посмотреть, чтобы было игривое настроение. А потом отправишься на работу. В принципе, если мы сегодня постараемся, то наш Лилиан получит повышение. Получит повышение. Да, ребят. Вот так вот. И это будет просто супер. Под конец нашего летсплея Лилиан достигнет хотя бы... Ну, шестого уровня, седьмого, восьмого. Это тоже будет замечательно. Сэм, ты чё, дурак? Сам с собой тут стоит, флиртует. Ну, вообще, с ума сошёл. Итан, значит, пришёл в комнату. Извиняться, что ли, пришёл? А мы не хотим с тобой разговаривать, застранец. Не мешай нам рисовать прекрасные картины. Господи, а чё он голый-то? Вы чё творите, ребята? Ты чё такой голый-то сюда пришёл? Ну-ка, уйди отсюда. Давайте его прогоним, потому что... Не хочу, чтобы сейчас он общался с Али. Не хочу, чтобы он её... Такую творческую душу... А, это... Осквернял, блин. Как попрощаться с ним? Можно? Ну-ка, уйди отсюда, застранец. Я думаю, что в новом летсплее отношения Итана и Сали обретут новую... Новую точку кипения. Пока я вам не скажу, что это будет, но вы всё сами узнаете. Можете даже догадаться, как складываются будут отношения у этих персонажей. Окей. В принципе, ребята, Лилина ушла на работу. Счастье весёлое, замечательно. И знаете, ребят, я, наверное, сейчас чуть-чуть перемотаю время, чтобы под конец серии у нас точно родила Сали. И я думаю, что она будет рожать ночью, потому что ночью был заведён ребёнок. Вот. Но мы просто будем тогда ждать и дождёмся этого момента. Так что мотаем. Ну что, ребятки, мы с вами возвращаемся. Мы немножко пропустили время. Сейчас 9 часов уже вечера. За это время, ну, мало что произошло. Конечно, Сали у нас порисовала картины. Посмотрите, нарисовал ещё один шедевр, который стоит 1057 симулион. Довольно-таки очень красивая картина. Посмотрите. Лучше, конечно, вот этих размытых просто водой красок. И замечательно, что ещё вот одну картину нарисовал. Точнее, две картины. Одно качество великолепно, а другую хорошо. Две одинаковые картины. Конечно, у нас уже всё тут обвешано. И, наверное, стоит продавать. Ну, а другие Сэм и Сэм успел поднять навык механики до седьмого. Он тут всё ходил дома улучшал. В общем, занимался, делал мужик. Лиллиан ничего так по работе и не поднялась у нас. Думаю, что в следующей серии уже поднимется. И будем отмечать с вами этот праздник, когда же Лиллиан поднялась сама. Итан до сих пор у нас находится дома. Сима, не понимая, что он тут делает. Я уже... Салли уже сказала. Всё, выходи отсюда. Вот ты меня достал. Потому что он всё кричит на неё. Но он не уходит. Он уже как поселился с нами, как муж Салли. И хотя он... Сейчас не знаю, как он будет себя вести. Если Саль сейчас будет рожать, он убежит из дома. Я не знаю. Мне очень интересно тоже сейчас посмотреть, как он будет сейчас себя вести. Очень интересно. Окей, в принципе, Симы все идут спать. Потому что ночь. И я жду не дождусь, когда ребёнок родится. Знаете что? Давайте мы сейчас поставим с вами кроватку, чтобы Салли дома родила, как и Лиллиан. Уж там больницу это время не тратить. Поставим кроватку. Даже не знаю, какого цвета. Но давайте... Ладно. Поставим обычную жёлтую кроватку вот сюда. Вот так вот. Потом в следующей серии переставлю куда-нибудь. Наверное, сделаю детскую. Хотя, в нашем доме нигде детскую уже не сделаешь. У нас очень маленький домик. Поэтому я хочу в новом летсплее переехать в другой дом. В общем, вы это, наверное, всё понимаете. Окей. Когда же только родить Салли-то у нас? Когда? Всё, настроение уже всё. Капец. Посмотрите, сколько много настроения. Она нарисовалась. Наспалась. Зачатие ребёнка. Третий семестр. Персонажи скоро будут рожать. Пора уже. Ну, пора. Давай. Пора. Рожай. Рожай, Салли. Оливер, давай, иди спать. Всё. Хватит там. Заниматься дурью. Мы просто подождём. Опять-таки, помотаем на быстрой скорости время. И я думаю, сейчас ночь родит уже. Должна. Должна. Должна, Салли. Будем надеяться. Кстати, семечко. Мы забыли полить семечко, да? Только не говорите, что оно умерло, нет? Оно немножко подросло. Посмотрите, ребят. Прям совсем-таки чуть-чуть подросло. Оливер, давай пока у тебя всё подремя с ним. Хорошо? Полей его. Полей его. Посмотрите. Посмотрите на это милое существо. Это он только сейчас такой маленький милый. А потом вырастет. Ой, какой монстр будет. Какой монстр будет, ребят? Вы... Вы, наверное, смотрели уже кого-то, какое семечко вырастет, когда станет. Будет жесток. Оно будет поедать других симов. Если его не покормить, то... Оно умрёт, что ли, по-моему? Ну, я не знаю. Всё, Оливер, молодец. Иди обратно спать. Ждём аж, когда Салли родит. Когда же родит это солнце чудесное. Чудесное солнышко родит. Маленький лучик. Картин реально очень много. Надо их сейчас продавать. Ну, Салли, чё, не рожается? Ой, не рожается никак. Какой-то долгий у нас там ребёнок. Ой. Всё, 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 всё. Жуткое недомогание. Всё, рода, токсикоз, сватки. Всё, всё, течёт, всё. Идём быстрее к кроватке. Рожаем ребёнка. Боже мой. Я этого очень долго ждал. Ну, как и вы, наверное, ребята. Давай, обойди эту кучу. Сейчас с Симу сюда сбегутся. Ах. Синий, синий волосый женщина рожает ребёнка. Итан, Итан идёт. Смотрим, смотрим, смотрим на реакцию Итана. Лилия с тарелками. Уйди отсюда, вот. Ты чё тут? Пришла тут, всю камеру загородила. А Итану пофиг. Он, он спать лёг. Замечательно. Ну да, как я же говорил, это будет мальчик. Я так и знал. Салли рожает мальчик. Ребёнку нужно имя. Как бы его назвали? Я знаю, как мы его назовем. Мы его назовём Тайлер. Прекрасное, красивое мужское имя. Тайлер. Всё. Принимаем. Тайлер Мур. Замечательно. Родился ребёнок. Салли и Итан теперь имеют ребёнка. Посмотрите на это маленькое существо. Ой. Милота какая, милота. Всё, кладём его в кроватку. Я думаю, что сейчас должна Салли. Точнее, должна сейчас Лилиан обнять своего внучка. Внучёночка. Побаю-ка его, давайте. Это просто прибавление семье, которую я так долго ждал. В новом летсплее у нас будет Тайлер. Тайлер Мур. Который, наверное, будет иметь работу доктора, мне так кажется. Хочу сделать, знаете, его таким умным, продвинутым ребёнком. Не знаю, в кого, в точно не Салли, потому что Салли творческий человек. А это будет именно такой умный ребёнок. Гуманитарий, блин. Лилиан воркует над ребёночком. А Салли куда побежал? Салли побежал в туалет. Ну, давайте напоследок она его покормит грудью. И будем заканчивать эту прекрасную, милую серию. Ещё Сэм не видел своего внука. Да. Давай, Тайлер. О, господи, давайте, Тайлера и Салли, кормите её груди. Салли стала молодой мамой, ребят. Вы не обращайте внимания, что сейчас Салли о таком стиле. Чуть-чуть попозже я и поменяю всё. Я верну, всё сделаю нормально. Потому что Салли стала молодой мамой. И она уже, как бы, знает то, что люди на неё будут смотреть. То, что она так не должна выглядеть. И она немножко будет поскромнее у нас. Это я обещаю. То, что вот этот яркий период Салли немножко изменится в такой... Ну, станет она просто стала мамой Салли. Всё, ребятки. Да, вот так вот. Я с вами прощаюсь. С вами был Санчес и Семейка Мур. У нас прибавление Тайлер Мур. Салли счастливы, все счастливы. И я тоже вместе с ними. Мы прощаемся ненадолгое время. Я говорю вам до новых встреч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока-пока.